Приветствую вас, и если отвечать на вопрос кратко и по существу, то хочется сказать, что возвращать вашего молодого человека, ну, не имеет смысла, да и как. Вот это, наверное, ключевой момент. Как вы будете его возвращать? То есть, что вы будете делать? Вы узнали, что он уже живет в другое, вы узнали, что у него есть, получается, некий, ну, налаженный быт, получается, вы узнали все это, и вы хотите человека вернуть, несмотря на это. Но как? Как вы можете его вернуть? Если у него есть все, что нужно, у него есть все, чего он хочет, получается, и быть с вами ему просто не выгодно. Возможно, ему нравится с вами секс. Да, это определенно походя на правду. Секс ему с вами нравится, иначе бы он не встречался бы с вами и не проводил бы время. Но вам-то нужно не только секс, вам-то кроме секса нужно что-то еще, а этого нет. И, соответственно, если этого нет, то о чем тогда можно говорить? О чем тогда можно выстрелить, если у вас нечем, по сути, его возвращать? Ну и, наверное, самый главный вопрос, который я хотел бы вам задать, а стоит ли возвращать того, кто вам изменяет, кто вас обманывает, кто не уважает вас, кто не дает вам подчувствовать себя единственной и так далее. Для чего такого человека стоит вам возвращать? Вот, попробуйте ответить себе на этот тоже вопрос. Он на самом-то деле важный, этот вопрос. Если вами действительно движет эгоизм, то, понимаете, эгоизм это означает все для себя. Так вот, вы и подумайте о себе, только подумайте о себе действительно, подумайте о себе правильно, подумайте о себе конструктивно, подумайте о себе так, чтобы это действительно было мыслью о себе. А вы пока думаете о том, чтобы вернуть человека, с которым у вас что-то было И я понимаю, это действительно ваш первый мужчина Я понимаю, что вам действительно тяжело Я понимаю, что вы хотели бы, может быть, без него быть Хотели бы, может быть, его забыть, но не можете Я понимаю это все Но, видите ли, ваша потребность в нем, несмотря ни на что Несмотря на его измены, несмотря на его какие-то нехорошие поступки и так далее Вот, как бы, ваше желание его вернуть Оно, это желание Продиктовано, вероятно, не тем, что вы хотите сделать человека счастливым Ведь дело в том, что, понимаете, если вы его любите, то, наверное, понимаете, что Бывает, когда хочет сделать человека счастливым Если он не с вами, значит, с вами он, получается, счастлив не до конца Если он с вами счастлив не до конца, значит, ему с вами тяжело Как любящий человек, вы желаете ему счастье, и это вступает в противоречие тому, что вы хотите быть с ним Соответственно, получается, что вы хотите быть с ним отчасти еще и потому, что он вам нужен лично для себя Ну, и возникает тогда довольно несложный вопрос А для чего вам этот мужчина именно для себя? Не видите ли вы в нем некого родителя Не видите ли вы в нем замещения детско-родительским отношением Которые у вас явно не сложились Если вы об этом сами пишете, что родители вас не научили тому, что нужно и так далее Если так, то вам сперва нужно детско-родительские отношения проработать Сперва избавиться от некой неуверенности в себе Сперва повысить самооценку принятия себя, любовь к себе А потом уже думать о построении отношений с мужчиной Далее Вы пишете о том, что мужчина, так же как и вы, переживал по поводу большого и огромной любви Соответственно, где заключается в том, что вы, наверное, видели его искренность Вот когда вы пишете, что, значит, я в слезах от огромной любви Он тоже в слезах, что любит То есть вы же, наверное, видите эту самую искренность в глазах мужчины Это же нельзя поделать как-то правильно Это же нельзя как-то сыграть Значит, чувства у него к вам есть Они настоящие Допустим Тогда Что же движет мужчина Быть все-таки не с вами Он говорит Мне страшно брать в жены ту, кто ничего не умеет Хорошо Давайте тогда подумаем А чего именно вы не умеете? Вот вы говорите Родители меня не научили Значит, есть некая обида на родителей Что это родители виноваты в том, что у вас сейчас такие проблемы И вы можете сказать Нет, это мне просто к слову пришлось Ну, такая вот фраза Это мне просто к слову пришлось Может быть Но то, что вы написали именно так Имеет большое значение Вы говорите Это меня родители ничему не научили Действительно Может быть так Но Вопрос заключается в другом А могли ли они вас научить тому Чего вы хотите? Могли ли они вас Реально и по факту Этому научить? Вот что Я хотел вам сказать Если они вас научить не могли А они скорее всего не могли И раз не научили Значит Обида на них у вас является нереальной То есть вы обижаетесь на родителей Но в действительности вы обижаетесь не на них А на тех На образы родителей На образ родителей Которые у вас есть в сознании Но в действительности этих людей нет И обижаетесь Получается вы Не на реальных людей А на Тех Кто не существует То есть вы обижаетесь на тех Кого нет Тогда вам необходимо Понять Что ответственность за то Что вы чего-то не умеете Не ссути Именно вы Ведь молодой человек Не обязан вас Чему-то учить Молодой человек не обязан Вас обучать Молодому человеку Нужна хозяйка Например Как он ожидает И это его право Это его право Хотеть хозяйку И тогда вам Если вы действительно Видите Что этот молодой человек Вас любит Но не может с вами быть Для того Что вы ничего не умеете Вам необходимо Взять И начать учиться Покажите ему Что вы изменились Покажите ему Что вы стали другой Представьте Соглашаться На этих встречах Которые вам Ничего хорошего Кроме унижения Судя по всему Не дают И так далее Покажите ему Что вы стали Себя больше любить И уважать Покажите ему Что вы изменились И тогда я уверен Он это оценит И он Ну Не заставит Себя Долго Ждать Уверен Что он Будет на вас Смотреть Куда более Серьезно И тогда Может быть У вас Все Получится Построить С ним Далее Вы пишите О том Что вы Хотели Отомстить Опять таки Важный момент Видите ли Вы говорите Что Молодой человек Плакал От любви Но Эти слезы Любви Не помещали Ему взять И уехать От вас В другой Девушке Ну Так он вас любит Что готов Причинить вам Бот Опять таки Если любишь То не желаешь Человеку Делать больно Если любишь То заботишься О том Чтобы Тот Кого ты Кого любишь Был счастлив А ваш Молодой человек Этого не делает Значит Он не так Муж сильно Вас любит А значит Вы мстите Не тому Кто вас любит А вы мстите Тому Кто есть Только у вас Сознание Воображение Образу Этого Желания Человека Но не Реальной Личности То есть По сути Мстите Самой себе И Девочка Вашего Молодого Человека Поступила Правильно Но Она не стала Вас служить Мало ли Что вы там Придумаете Возможно Он ей Про вас Уже Говорил Специально Чтобы подготовить Ее Самой Что вы можете Ей Написать Вы знаете Я думаю Что вам нужно Двигаться В таком Ключе Молодого Человека Стоит Оставить Жить Так И с тем С кем Он хочет Это его Желание И вы Не можете Оставить Его насильно Быть С вами Но Перестаньте Пожалуйста Действовать Себе В ущерб Перестаньте Пожалуйста Терпеть То Что вам Неприятно Перестаньте Пожалуйста Ну как бы Себе Вредить И Занесать Себя Это не принесет Пользы Ни вам Ни кому Либо И еще Далее Больше Подумайте О себе Подумайте Чего вы хотите От мужчины Для чего Он вам Так сильно Нужен Еще раз Повторю Если Вы его Любите Вы хотите Ему Счастье А если Вы хотите Ему Счастье То это Нажать Что Вам Достаточно Того Что мужчина Счастье Что ему Хорошо И не Обязательно Чтобы он Был С вами А вам Обязательно Чтобы он Был С вами Значит Вы хотите Быть С ним Почему Для себя И вот Это То что вы хотите Для себя И любовь Нужно Отделить Я не говорю Что вы его Не любите Но нужно Отделить Одного Другого И то что вы хотите Для себя Удовлетвориться Самостоятельно Чтобы это Не влияло На ваше Восприятие Молодого Человека И чтобы Это Стало Началом Вашего Личностного Роста И Более Сознательного Поведения Более Личностно Ориентированного То есть Более Эгоцентричного Поведения Вы говорите Что вы Эгоист Какой же вы Эгоист Если вы Сами Себе Вредите Да Понятно Ради Себя Вы Это Делаете Но Все Знаете Эгоист Никогда Не будет Себе Вредить Я думаю Вы Не то чтобы Эгоист Вы Просто Зависимый Человек У которого Есть Некие Страхи Например Остаться Одной Вот Над этим Мы Ныне Работим Над Развитием Самодостаточности Над Развитием Независимости Над Умением Использовать Уединение Одиночество В своих Собственных Целях В своих Интересах И тогда У вас Будет Все Хорошо Но Стараться Вернуть Того Кто Не хочет Значит Обесценивать Себя В глазах Молодого Человека Хотите В это Или нет Решат Вам Я Ничего Не могу Вам Как бы Советовать Это Лично Просто То Как Есть На Крест Объективной Реальности Как Вы Будете Поступать Свяком И Полностью Зависит Только От Вас На Этому Все Надеюсь Что Помог Вам Если Какие Вопросы Остались Обращайтесь В личку Помогу Если Вам Понравился Мой Ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучшим Желаю Вам Всего Самого Доброго И Удачи Благодарю 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 Благодарю